Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Припарковался в неположенном месте, ищи машину на штрафстоянке. Полицейские, вооружившись тяжелой артиллерией, объявили войну нарушителям правил дорожного движения. Подробности у Сергея Калейника. Татьяна Сергеевна, в данный момент будет вставлен административный материал. Первой, кому не посчастливилось встретиться с представителями закона, стала Татьяна. Девушка припарковалась прямо под знаком «Остановка запрещена», за что и получила штраф в 2000 рублей. Неожиданно, конечно. Неожиданно. Знак «Остановка запрещена» установлен здесь не случайно. Дело в том, что водители мешают пассажирскому транспорту подъезжать к остановке. Таких нарушителей у 49-го дома на проспекте Ленина пруд-пруди. Дорожные полицейские буквально разрываются на части. Наказать ведь надо всех. Нарушителям, которым выписали штраф, еще можно сказать повезло. Вот, например, водителя этого кроссовера на месте не оказалось. В итоге машину увозят на штрафстоянку. То есть помимо штрафов в 2000 придется заплатить за услуги эвакуатора и штрафстоянки. А это еще несколько тысяч рублей. Представляете, что подумает хозяин внедорожника, не обнаружив его на месте? Не позавидуешь. Понятно, что первая мысль это, что транспортные средства угнули. Ну, сначала пусть посмотрят, когда поставят автомобиль, а потом уже принимают, делают выводы. Ну, в любом случае, так сказать, помещение на штрафстоянку, в данном случае нарушение водителя, уведомляется дежурной части. Поэтому дешевле соблюдать правила дорожного движения. В дежурной части нарушителю расскажут, где и как забрать автомобиль. А подобные рейды станут регулярными и будут проводиться в разных частях города. С этого дня станут более внимательны водители Сергей Каленик, Алексей Марочкин. Новости на ТНТ. Проезд в Березняках снова подорожает. Вы уже негодуете? Подождите. Чтобы таких неприятных новостей в эфире было поменьше, руководство АТП-2 начало серьезную реорганизацию. Вера Андреева сегодня узнала, что в Березняках скоро на одно крупнейшее предприятие станет больше. Сегодня на автотранспортном 2 гремят отбойные молотки, а маляров с красками и кистями почти столько же, сколько водителей автобусов. Ремонт идет полным ходом. Строители заново выстраивают стены, бытовки, туалетные комнаты, ремонтируют кабинеты. Все работы лично курирует новый начальник МОПа ТП-2 Игорь Вылеток. Долгое время в этих помещениях располагались арендаторы, обычные городские офисы. Огромные помещения и территории автотранспортного предприятия использовались не по назначению. На сегодняшний день в АТП-2 проходит огромная реорганизация. Она касается наших площадей, площадей основной базы. Уже в октябре к нам переезжает спецавтохозяйство. На сегодняшний день мы готовим для них площади, кабинеты для руководителей, бытовки для рабочих, а также складские помещения и гаражи. Только вдумайтесь, наш, казалось бы, небольшой город обслуживает 65 автобусов, 35 троллейбусов и порядка 50 специализированных машин, которые зимой и летом приводят Березники в порядок. Все они принадлежат муниципалитету и разбросаны в разных частях города. С экономической точки зрения это огромное бремя. Грандиозные планы нового руководства поддержали все. Игорь Вылеток предложил объединить три транспортных предприятия под одной крышей. На сегодняшний день мы имеем три недоразвитые базы. Базу спецавтохозяйства, троллейбусную базу и базу автобусов. Зачем держать трех охранников, трех диспетчеров, трех механиков на выпуск и так далее, если даже можно на этом будет сэкономить. До 1 октября сюда переедет спецавтохозяйство. Они уже начали перевозить сюда свою технику. В следующем году к МОПТП-2 подведут контактные сети, и здесь может разместиться все троллейбусное управление. Для них будет оборудован отдельный ремонтно-механический комплекс. Благо территория АТП-2, а это 4 гектара, позволяет. Здесь есть несколько огромных гаражных боксов, механическая мойка, своя автозаправочная станция, стоянки и цех по ремонту. Стоянный начисленный комплекс, этот рассчитан на 150 автобусов. На данный момент он не эксплуатируется в полном объеме. Часть стоит арендаторов, транспортных средств арендаторов. И планируем мы разместить здесь частично автомобили спецавтохозяйства. То есть это будет на этой стороне стоянки. Дальше здесь запланированы ремонтные боксы для троллейбусов. Объединение трех автотранспортных предприятий, считает Игорь, вылеток для города и простых пассажиров сыграет важную роль. Во-первых, цены на проезд в течение нескольких лет расти точно не будут. А во-вторых, базы троллейбусного управления и спецавтохозяйства возможно выставят на торги. Из баланса города уйдут лишние затраты. Вера Андреева, Александр Зибзеев, новости на ТНТ. В филиале «Азот» компании «Уралхим» на этой неделе проходят дни открытых дверей. На этот раз студентов-практикантов из политехнического техникума и Березняковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета знакомят с производством, устраивают для них экскурсии по цехам и рассказывают о перспективах, которые их ждут на предприятии. Представляю наших участников. Это студенты Березняковского политехнического техникума, группа ХТНВ и Киповская группа. На день открытых дверей «Азот» пригласил уже почти состоявшихся специалистов, студентов-практикантов четвертого курса Березняковского политехнического техникума. Алена Прянишникова с большим интересом относится к своей будущей профессии. Она учится на слесаря Кип-ИА. Для получения важных практических знаний по этой специальности подойдет именно «Азот», считает девушка. Ведь на предприятии более 26 тысяч различных приборов, которые нужно обслуживать и ремонтировать. Кроме того, за успехи в учебе Алена уже получает стипендию от «Уралхима». Я занимаюсь непосредственно калибровкой, поверкой, перенастройкой приборов. Приборы у нас новые, работать мне нравится. Ну, ничего, что я мало знаю сейчас, но в скором будущем я надеюсь, что я буду знать много и буду достойным сотрудником этой компании. Алена на «Азоте» на хорошем счету. Вообще студентов-практикантов и молодых сотрудников, которые повышают свою квалификацию в высших и средних учебных заведениях на предприятии, ценят. Что касается компенсации, мы в полной мере предоставляем те льготы, компенсации, гарантии, которые предусмотрены трудовым кодексом. В частности, если студенты уже работают у нас и получают образование впервые, неважно, причем это высшее, либо среднее, профессиональное. Соответственно, мы им предоставляем все положенные отпуска на период сдачи экзаменов, промежуточных сессий, а также итоговых экзаменов и подготовки диплома. И представители учебных заведений, и сотрудники предприятия, называют свои давние отношения взаимовыгодным партнерством. Все потому, что с одной стороны студенты могут стать профессионалами только на производственной практике, а с другой стороны базой всему служит теория. Благодаря слаженным действиям обеих сторон, к окончанию учебного заведения студенты становятся грамотными специалистами, готовыми приступить к самостоятельной работе на предприятии. Проявив себя, мы им доверяем передовые позиции. Почему? Потому что хороших выбираем. Потому что и учебные заведения именно к азоту относятся так, что здесь на сложном таком оборудовании должны работать именно лучшие. Но интересная работа – это далеко не единственный плюс, который получает молодой специалист при трудоустройстве на азот. Перед выпускниками открываются широкие горизонты, среди которых основными является продвижение по карьерной лестнице и, конечно, достойная оплата труда. У нас действует и эффективно уже себя показала программа преемственности. Наши молодые работники сразу попадают в поле зрения службы персонала, создаются индивидуальные программы развития и постепенно есть возможность вырасти из простого рабочего руководителем среднего звена, а затем уже попасть в топ-менеджмент. Об этих плюсах работы на химическом гиганте ребятам и рассказывают на днях открытых дверей, а также показывают практикантам, как устроено производство во время экскурсии по заводу. Ведь предприятие настолько велико, что потребуется немало времени, чтобы изучить его полностью. Уникальное современное оборудование в отделении погрузки цеха нитрит-нитратных солей и спецодежда спасателей произвели большое впечатление на студентов. День открытых дверей – это всегда нужно, чтобы народ знал, где ему работать, как это все происходит. Мне здесь уже понравилось на практике, значит, я буду уверен, что, когда я приду себя на работе, мне это не наскучит. День открытых дверей завершился круглым столом, в рамках которого студенты смогли задать вопросы специалистам филиала и поделиться своими впечатлениями о работе на Азоте. И ребятам было что сказать, ведь каждый из них уже успел полюбить своих наставников, подразделения и в целом предприятия, поэтому обязательно вернется сюда после окончания учебного заведения. Евгения Кокшарова, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Небольшая пауза и сразу продолжим. Время рекламы на ТНТ. Продолжим. Материнский капитал подрастет. С 1 января 2016 года размер выплат по маткапиталу увеличится на 5%. Сейчас сумма выплаты составляет 453 тысячи рублей, а уже с нового года эта цифра станет больше на 22 тысячи. О грядущей прибавке объявила вице-премьер Ольга Голодец. Она также отметила, что с нового года деньги из маткапитала можно будет потратить на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов. Претендовать на 475 тысяч рублей смогут родители двух и более как родных детей, так и усыновленных. Однако продление проекта пока не предвидится. Он заканчивает работу 31 декабря 2016 года. Спорт в каждый двор. В Березняках появились совершенно другие, новейшие спортивные игровые комплексы для детей. Такого маленькие березняковцы еще не видели. Здесь и скалодромы, и вертушки, и подвижные ступеньки. Самому хочется вернуться в детство. А при чем тут нормы ГТО? Расскажет Вера Андреева. Вот где теперь медом намазано. Они щадя коленок, они штурмуют пластиковые скалы и ныряют в огромные норы. Малышня от новых спортивных комплексов в восторге. Ярко, нарядно и взрослые не нарадуются. С каждой минутой влюбленных в спорт становится все больше. Глаза горят. Вот оно, показатель весь. Они сейчас уже здесь не отвяжутся. Они здесь будут висеть, виснуть, гоняться друг за другом. И, глядишь, между делом сделают и вспомнят те упражнения, которые им сегодня инструктора покажут. Кстати, инструкторы абсолютно бесплатно до конца ноября на каждой такой площадке с детьми будут работать спортивные тренеры. Ведь собрать этих шулунов кучу и объяснить, что по этим снарядам можно не только прыгать и ползать, а, например, качать пресс или бицепсы не каждому родителю под силу. А у инструкторов получается. Надо тренироваться. Также сжиматься можно на грузе. Дети активно с нами все сотрудничают. Все хотят получить значки, как раньше в молодости родители у них получали. На все группы мышц здесь созданы турники. На любом можно попробовать и отжимания, и пресс, и подтягивания. Мы здесь каждый день с 19 до 20 часов находимся. То есть целый час с нами ребята. Час проходит моментально. Они просят, чтобы мы остались здесь еще. Спорт – это жизнь, что классно вообще поставили, что эти площадки. У нас ведет инструктор Чебыкина Кристина. Она просто вообще супер ведет у нас. Мы то смеемся, то занимаемся отлично. К слову, цена одного такого комплекса зашкаливает за миллион четыреста тысяч рублей. Этим летом в разных районах города 8 площадок было построено за счет средств из местного бюджета. Еще семь комплексов подарил ребятам компанию «Уралкали». Взрослые в следующем году пообещали не останавливаться на старте строительства еще нескольких спортивных площадок. Сейчас у нас разработан план по внедрению всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Согласно этого плана, в 2016 год у нас сделан акцент именно на детей школьного возраста. То есть дети общеобразовательных учреждений в этом году будут сдавать у нас нормы ГПО. Вера Андреева, Александр Дебзеев. Новости на ТНТ. А первоклашек 11-й школы посвятили в пешеходы. Семилеткам напомнили правила дорожного движения, а также взяли с ребят клятву никогда их не нарушать. Для произнесения клятвы прошу всех встать. Серьезный и ответственный момент. Все по-взрослому. Сегодня первоклашек торжественно посвящают в пешеходы. Один из произнесших клятву Сергей Тябин. Сережа утверждает, в свои 7 лет знает все правила дорожного движения. Надо переходить на зеленый цвет. Надо соблюдать правила дорожного движения. На посвящении в пешеходы ребята повторили правила дорожного движения. Торжественно поклялись не нарушать их. А также приняли участие в танцевальном флешмобе. Такое мероприятие стало традиционным для 11-й школы. Этими мерами учителя пытаются максимально обезопасить ребят на дорогах. В прошлом году отряд ЮИД, юные инспекторы дорожного движения. И одно из направлений работы с ребятами, это работа с маленьким подрастающим поколением. Такими массовыми мероприятиями мы прививаем детям навыки безопасного поведения на дороге. Сотрудники ГИБДД отмечают, мероприятие посвящено месячнику безопасности на дорогах и приводит серьезную статистику. С начала года в авариях пострадали более 30 детей. В пяти случаях ребята перебегали через дорогу. У нас, если дети более старшего возраста несколько самостоятельно на дороге, то из-за первоклассников всегда у родителей, и у нас в том числе, особая тревога. Поэтому первоклассникам уделено особое внимание в плане безопасного поведения на дороге. Благодаря такому посвящению в пешеходы, мальчишки и девчонки наверняка теперь будут особо внимательны на дорогах. Ведь поклялись же соблюдать правила. Сергей Келеник, Алексей Марочкин. Новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждут прогноз погоды и проект «Будь в теме». А я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Оборудование для создания хорошей погоды в вашем доме. Отопление, водоснабжение, канализация. Все по лучшим ценам. Швейников 1. В среду в регионе стараниями атмосферного фронта циклонического вихря, уходящего в северные районы, сохранится неустойчивый характер погоды. В Березняках 11 сентября облачно с прояснениями небольшие дожди. Ночью плюс 6, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер северный 5-10 метров в секунду. В пятницу солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз составлен по данным центра ФОБОС. Внимание, внимание! Тепло стало доступнее! Печь для бани с баком 6900. Печь для дома с плитой 6900. Наши адреса Березники, Швейников 1, Соликанск, Всеобуче 164, Гробь 2А. Термолюкс. Мы дарим вам тепло! Грандиозное снижение цен в формуле тепла. Инфракрасные обогреватели от 2200 рублей. Конвекторы от 1100 рублей. Тепловые пушки от 1800 рублей. Тепловые завесы от 1800 рублей. Звоните 20-10-50. Город Березники. Швейников 1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова